Хвала Присаживайтесь Хвала и поклонение Это очень большая область Это очень большая сфера Где так много разных оттенков Где так много лирики Где так много глубоких внутренних переживаний И сегодня я бы хотел коснуться Этой важной грани Хвалы и поклонения Как духовная брань Наша жизнь напоминает Непрекращающуюся битву Потому что нас на этой земле Никто не ждал И за свое место под солнцем Мы должны воевать, сражаться Сегодня мы коснемся Такой грани этого служения Как духовная война Духовная брань Поклонники это не только Утонченные эстеты Поэты, композиторы Белоручки Настоящие поклонники это воины Потому что если ты не умеешь сражаться Если ты не умеешь воевать Если ты не закален На полях сражений Если ты не чувствовал Сладость победы То вряд ли можно говорить В полном смысле Об этом серьезном служении Поклонения Поэтому рассмотрим сегодня Поклонников как воинов Имеет ли отношение хвала К войне Конечно И первое место Которое я бы хотел Зачитать Это Псалом Восьмой Сначала Начальник ухора На гевском орудии Псалом Давида Господи Боже наш Как величественно Имя Твое По всей земле Слава Твоя Простирается Превыше Небес Однажды Ученики пришли К Иисусу И задали вопрос Иисус Научи нас молиться Научи нас Правильно молиться Мы все это и так молимся Но научи нас так молиться Чтобы Вот как ты молишься Чтобы и мы так молились Потому что На твои молитвы Бог быстро отвечает А на наши Что-то Не очень И смотрите Правильная молитва Правильные песни Правильные проповеди Они приносят Эффект И результат И вот я бы хотел отметить Что Когда Иисус Учил своих учеников Молиться Он говорит Молитесь же Так С чего Начинается Хвала С чего Начинается Молитва С чего Начинается Служение Он говорит Молитесь же Так Я думаю Это есть Стандарт Любого Поклонения И служения Молитвы Отче наш Нету Первое С чего Начинается Отче наш Сущий Встречаешься Своим Начальником Когда ты встречаешься Там Со своим Руководителем Первое Что ты говоришь Привет Как дела Ты хорошо Выглядишь Культурные люди Они всегда Выражают Респект Они всегда Персонально Выражают Своё Отношение К тому С кем они Общаются И когда мы Приходим К Богу Мы всегда Говорим Как Бог Какой ты Великий Какой ты Чудесный Какой ты Классный А потом Уже Все остальное И прости нам Долги наши Как и мы Прощаем Должникам И хлеб Пошел там И искушение Все остальное Начало Всех Начал Это Бог Которого Мы Прославляем И смотрите Вот этот Псалом Начался Именно так Господи Боже Наш Как Величественно Имя Твое По всей Земле Слава Твоя Простирается Превыше Небес Поскольку Здесь Находятся Левиты Я обращаюсь К вам И практический Совет Учите Наизусть Вот эти Возвышенные Вдохновенные Поэтические Фразы Они помогут Вам молиться Если вы будете Молиться Такими же Фразами Господи Боже Наш Как Величественно Имя Твое По всей Земле Ты будешь Чувствовать В этой фразе Есть Помазание И эта Фраза Она тебе Принесет Помазание Она принесет Помазание Тем Кто в зале Находится Нам не надо Ничего сочинять Все молитвы Уже вот здесь Записаны Вся красота Здесь уже Записана И чем чаще Мы будем Использовать Вот это сырье Радиоактивное Сырье Для поклонения Псалмы Тем Будет Более Профессиональным Наше служение Амин И здесь Давид Грамотно Правильно Профессионально Подходит К Тому Чтобы этот Псалом Исполнили Он прославил Господа И потом Из уст Младенцев И грудных Детей Ты устроил Хвалу Ради Врагов Твоих Дабы Сделать Безмолвным Врага И Мстителя И здесь Уже По сути Из уст Младенцев И грудных Детей Ты устроил Хвалу Ради Врагов Опять Речь идет О том Что мы Ничего не Сочиняем Мы можем Только в Духовном Мире Подслушать Мы можем Что-то Подсмотреть В духовном Мире Встречаясь Богом Во святилище Он может Нам подарить Мелодию Он может Подарить Нам Песню Иногда Это Лирические Песни Иногда Это Такие Глубокие Сердечные Переживания Иногда Бог Дает Нам Такую Песню Милитари Хвала Ради Врагов Я представляю Пока ты В освятилище Вокруг тебя Так много Всяких Врагов И главное Враги И мстители Враги Которые Тебя Ненавидят Враги Которые Хотят Мстить Тебе И Здесь Давид Преподносит Нам Очень Важный Урок Наша Хвала В отдельных Случаях Касается Не только Наших Отношений С Богом Но и Наших Отношений С врагами Наша Хвала Строит Отношения С Богом И в то же Самое время Строит Отношения С нашими Врагами Ты скажешь Зачем Строить Отношения С врагами Отношения Агрессивного Характера Отношения Войны По-любому Если у тебя Есть противники У тебя Могут быть Разные Отношения Либо это Компромисс Либо Это Объявленная Война Господь Дает Хвалу Ради Врагов Чтобы Сделать Безмолвным Врага И Мстителя Мы должны Сегодня Получить Откровение Что Моя Настоящая Хвала Из уст Младенца Ты устроил Хвалу Хвала Устроенная Этот год Мы назвали Годом Устройства И когда Господь Устроил Хвалу Когда Господь Вдохновил Эту Хвалу Когда Господь Дал тебе Эту Новую Песню И вложил В уста Твои Песню Эту Хвалу Ради Врагов У Бога Есть цель Чтобы Твоя Хвала Закрыла Рот Всем Богохульникам И наглым Ругателям Мы можем Писать Ответные Статьи На всякую Грязь На всякую Клевету Но я Слышать Духовной Брани Духовной Репертуар Милитари Или Военные Песни Они Являются Самым Грозным Орудием В Царстве Божьем Хвала Касается Не только Наших Отношений С Богом Но Хвала Касается И наших Отношений С нашими Врагами Филиппийцам Первая Глава Как это Шире Рассмотреть Филиппийцам 1.27 Только Живите Достойно Благовествования Христова Чтобы Мне Приду ли Я И увижу Вас Или Не приду Слышать О Вас Что Вы Стоите В Одном Духе Подвязаясь Единодушно За Веру Евангельскую Мы Мы с вами же выяснили Что поклонение И вера Это две стороны Одной медали Там Где есть реальная вера Там есть Настоящее поклонение Поклонение Без веры Это соль Которая потеряла силу А без веры Богу угодить Невозможно Поэтому Если поклонение Оно Не имеет Во своей основе Веры То Оно Не достигнет Престола Итак Подвязаться За веру Евангельскую Это значит Стараться Устроить И создать Такое поклонение Прославление Которое Было бы На самом деле Достойно Нашего Господа И посмотрите Хвала ради Ради врагов И не страшитесь Ни в чем Противников Здесь Опять Речь идет О противниках О врагах И мстителях Смотрите Не страшитесь Ни в чем Противников Для них И это Для них есть Предзнаменование Погибели А для вас Спасение И сие От Бога Реальное Поклонение Богу Это Предзнаменование Их погибели У тебя много Врагов У тебя много Мстителей У тебя много Неприятелей Которые Роют под тебя Клевещут На тебя Знай В поклонении И хвале Есть Могущественная Сила Закрыть Всем Рот Сделать Безмолвным Врага И мстителя И убедиться На собственном Опыте Что мое Реальное Поклонение Есть Предзнаменование Погибели Всех Врагов Божьих И сие От Бога Это Бог Так придумал Из уст Младенцев И грудных Детей Он устроил Хвалу Ради врагов Чтобы их Обезоружить Чтобы их Опозорить Чтобы их Всех Низложить Перед Именем Иисуса Христа Реальная Хвала Есть Предзнаменование Погибели Всех Твердынь И всех Божьих Врагов И сие От Бога Дальше Давайте Прочитаем Деяния Апостолов 16 глава Деяния Апостолов 16 глава Как Это выглядит В реальной Действительности 22 стих Народ же восстал На них Речет О божьих Служителях Павел И Сила Воеводы Воеводы Сорвавшись С них Одежды Велели Бить Их Палками Это Сложная Сложная Стезя Реальных Божьих Служителей И Даши Много Удара Вергли В темницу И Приказав Темничному Стражу Крепко Служители Божьи Служители Божьи Праведность За твою Принадлежность К христианству Тебе Приходится Платить Цену Знай У тебя Есть Противники Мстители Но Наступит День Когда Твоя Хвала Твоя Хвала Хвала Твоему Богу Закроет Всем Рот И Вот Их Избили Их Заковали Они Избитые Уставшие Изможденные В тюрьме В темнице Вот с такими Стенами Смотрите Какое Переживание Получив Такое Приказание Он Вверг Их Во внутреннюю Темницу И ноги Забил В колоды Трудно Себе Вообразить Даже Ноги Забил В колоды Это Не были Мягкие Чистые Простыни Там Не было Ванны Или душа Там Было Все По Настоящему По Черному Жестоко И Беспощадно Что Такое Реальная Хвала Она Принадлежит Зрелым Людям Она Принадлежит Тем Которые Знают Свою Жизненную Цель Мы Уже Говорили О том Что Реальное Поклонение Это Результат Наших Нашего Отношения С Богом Это Продукт Нашего Духовного И Жизненного Опыта И Чем Драматичнее Этот Опыт Тем Глубже И Содержателен Наша Хвала И Наше Поклонение Иногда Песни Рождаются Дома В Освятилище Когда Никто Тебя Не Тревожит А Подчас Эти Песни Рождаются В самых Экстремальных Условиях Когда Боль Тебя Ломает Когда Кровь Течет Когда Ноги В колодах И Я Смотрю Как Здесь Развиваются События Из уст Младенцев И Грудных Детей Господь Хочет Устроить Хвалу Чтобы Замолчали Все Противники И Мстители Не Страшитесь Ни в чем Противников Друзья Мои У поклонников Есть Великая Привилегия Не бояться У поклонников Есть Великая Привилегия Смотреть В глаза Всем врагам И Знать Что Его Хвала Это Предзнаменование Их погибели А для Нас Спасение И Вот Они Избитые Лежат В своей Камере Около Полуночи Павел И Сила Молясь Воспевали Бога Я подчеркиваю Это слово Сочетание Молясь Воспевали Правильные Молитвы Молясь Воспевали Я представляю Сначала Они молились И говорили Господь Мы Благодарим Тебя Что Мы Получили На самом деле Эту привилегию Страдать За имя Твое Ты сказал Что если Мы с ним Страдаем То с ним И царствовать Будем И мне кажется Во время Этой молитвы Когда они Поклонялись И прославляли Господа На них Сошло Помазание Молитва Превратилась В пение Молитва Превратилась В медитацию Они Молясь Воспевали Бога Что они пели Мы не знаем Может они на языках пели Может быть какие-то Псалмы пели Которые знают Но в этой хвале Был сокрыт Потенциал Ядерной энергии Посмотрите Толстые стены Кованые Двери Стражники Стоят И около полуночи Когда все бесы Беснуются Когда все Колдуны Выходят На охоту Когда В полнолуние Начинается Вот этот весь Демонический Кураж Выходят И Божьи Священники И служители Со своей Хвалой Они Воспевали Узники Узники Два 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 Человека Они Начинали Петь Почему Узники Их слушали Потому что Помазание Пришло Власть Авторитет Друзья мои Мы должны Научиться Медитировать Научиться Петь Господу Так Так Чтобы Все Умолкали Знаете Когда Господь В своем Святом Храме Домолчит Вся Земля Это был Авторитет Все умолчали Замолчали И слушали И они Пели Бог Вложил Эту Хвалу Ради Врагов Чтобы Сделать Безмолвным Всех Врагов И Мстителей И Вдруг Сделалось Великое Землетрясение Так Что Поколебалось Основание Темницы И Тотчас Отворились Все Двери И У всех Узы Ослабели Господи Научи Нас Молиться Так Чтобы Земля Содрогалась Под нашими Ногами Нам Оставить Нужно Просто Песни Нам Нужно Взять Хвалу Которая Могла Бы Содрогать Основание Темниц И Чтобы Эти Двери Они Открывались И Узы У всех Чтобы Ослабевали Я Верю Что Хвала Связана С Небесами Я знаю Что Хвала Реальная Приводит Движение Ангельскую Армию Божью Армию Божье Полчища Основание Темниц Задрожали Землетрясение Началось Прославляющих Меня Я Прославлю И Бог Это слово Исполняет Темничный Страж Пробудившись Увидел Что двери Темницы Отворены Послушайте Что происходит И что Совершает Хвала Хвала Высвобождает Помазание Приходит Дух Святой А где Дух Святой Где Дух Господень Там Свобода И в физическом И в духовном смысле Представляете На семь Замков Закрыта Дверь И вдруг Она Открыта Этот Несчастный Стражник Он Хотел Убить Себя Потому Что Понял Что Все Узники Разбежались А если Мы Прочитаем Дальше Здесь Написано Что Но Павел Возгласив Громким Голосом Говорил Сказал Не дело Себе Никакого Зла Ибо Мы Все Здесь Он Потребовал Огня Вбежал В темницу И в трепете Припал К Павлу Сили Оказывается В этой Камере Не было Света Вы чувствуете Это была Кромешная Тьма И Стражник Снаружи Он даже Не видел Кто-то Есть Камере Или Кого-то Нету Просто Темнота Представляете Кромешная Тьма Кромешная Тьма Закрытая Камера И два Человека Славят Господа И эта Хвала Совершает Какую-то Какую-то Уникальную Удивительную Работу Я Перехожу Сейчас От буквального Смысла К Аллегориям Вокруг нас Столько Темниц Вокруг нас Столько Узников Кто-то Там Связан Грехами Кто-то Связан Проклятиями Родословными Господь Пришел Измученных Выпустить На свободу И я Верю Что Во время Хвалы И поклонения Я продолжаю Это пророчествовать Наступит Однажды Такой День Когда мы Повзрослеем Когда мы Поймем Что это Заслужение И Проповедовать И призывать Людей К исцелению Уже Не надо Будет Потому что Во время Хвалы Во время Поклонения Эти темницы Будут Открываться И измученные Будут выходить Оттуда Во время Реальной Хвалы И во время Реального Поклонения Люди Будут получать Абсолютное Исцеление Бесы Будут выходить Люди Будут Исполняться Духом Святым И говорить На других Языках Хвала Приводит В движение Духовный Мир И духовный Мир Вторгается На территорию Физического Мира Амин Хвала Ради Врагов И Все мстители И все враги Становятся Беспомощными Беспомощными Он потребовал Огня И Выведший Ихвон Сказал Государи мои Что мне делать Чтобы спастись Посмотри Не узники Спрашивают Темничного Сразу Что нам делать Темничный Страж Падает Что нам делать Это мы Привыкли Христиане Читать Что он Вы Вообразите Себя На их месте Хвала Тебя Поднимет Хвала Тебя Сделает Головою Хвала Хвала Хозяином Положения И Не ты Будешь Спрашивать Тебя Будут Спрашивать Что Мне Делать У реальных Поклонников Будет Ответ Даже В самых Отчаянных Обстоятельствах Они Не будут Отчаиваться Если Ты поклоняешься Богу Люди Будут Поклоняться Тебе Темничный Страж Прибежал Упал К ногам Что Делать Государи Мои Во В чем Дело Незаключенные Государи Мои Поклонения Сделать Тебя Государями Люди На тебя Будут Смотреть Иначе Мне кажется Знаете Что У них Просто Сияли Лица В момент Этой Хвалы Вероятно Просто Они На богов На ангелов Были Похожи Поэтому Этот Несчастный Страж Он Спрашивает Что Делать Пробуждение Приходит Через Хвалу И Поклонение И Смотри Что Что Делать Они Сказали Веруй в Господа Иисуса Христа И спасешься Ты И весь Дом Твой И проповедовали Слово Господне Ему И всем Бывшим В доме Его Вы Слышите Он Из тюрьмы Выявил Их Привел Их К себе Домой Он Им там Проповедовал Они его Кормили И поили Хвала Выведи Тебя Из тюрьмы Хвала Вытащит Тебя Из всех Экстремальных Обстоятельств Вы понимаете Хвала И тюрьма Несовместимы Хвала Хвала Расторгнет Все Узы Смерти Хвала Расторгнет Все Темницы И измученные Выйдут На свободу Хвала Ради Врагов Делает Безмолвными И врагов И мстителей Начинается Пробуждение Темничный Страж Он Приглашает Их домой Слушает Евангелие Все Спасаются И смотри И взяв их В тот час ночи Он омыл Раны Их И немедленно Крестился Сам И все Домашние Его Друзья мои Если бы они Не прославляли Бога Если бы Молясь Не воспевали Столько чудес Смогло Не произойти Представляете Если бы они Просто хныкали Или просто Оплакивали Или просто Сетывали Или друг на друга Да вот из-за тебя Это случилось Ни землетрясение Не было бы Не было бы Открытых темниц Не было бы Вот этой встречи Я скажу Дьявол Похищает Хвалу И реальное поклонение Чтобы абортировать Кучу И огромное количество Чудес И знамений Но я вижу Что все эти чудеса Произошли Не тогда Когда их избили И кинули В камеру Все эти чудеса Начали происходить Благодаря тому Что был ключ Зажигания Хвала И поклонение Который повернулся И привел в действие Механизм Всех духовных принципов Бог прославляющих Меня Прославит Амин Произошло чудо Посмотрите Их уже Накормили Их напоили Омыл раны Их Немедленно крестился Сам И все домашние И выведший И приведший Их в дом Свой Предложил трапезу И возрадовался Со всем домом Своим Что уверовал В Бога Когда же Настал день Воеводы Послали городских Служителей Сказать Отпустите их Людей Темничный Страж Объявил Об этом Павлу Воеводы Прислали Отпустить вас Итак Выйдите теперь И идите с миром Но Павел сказал А вот уж и нет Нас Римских Граждан Просто Так Избили И сейчас Хотите Втихаря Отпустить А вот и нет Требую Суда Кесарева Поклонники Это люди Достойные И самодостаточные Это не просто Религиозные Размазни Которых плюют И они идут Нет Мы Являемся Привилегированным Классом Мы не будем Соглашаться С несправедливостью И в данном Случае В данном Случае Я вижу Просто Эту логическую Линию Которая Которая Говорит нам о том Что хвала Восстанавливает Наше достоинство Хвала Приводит Ко спасению Всех наших Окружающих Кто находится Рядом с нами Темницы Открываются Измученные Выходят на свободу Спасение Приходит В дома Тех Кто нас Охранял И враги Становятся Безмолвными Смотрите Когда Павел Сказал Нас Римских Граждан Граждан Без суда Всенародно Били И бросали В темницу Бросили в темницу А теперь Тайно Выпускают Нет Пусть придут И сами Выведут нас Городские Служители Пересказали Эти слова Воеводам Те испугались Услышавши Что это Римские Граждане Испугались Вообще Друзья У Бога Есть задача Чтобы все Наши враги Мстители Испугались Чтобы Рты Закрыли Все мстители И наши Неприятели Бог хочет Сделать нас Головою А не хвостом Для чего Мы прочитали Эту историю Ключевой Пункт Этой истории Около полуночи Они Молясь Воспевали Бога Молясь Воспевали Бога И вот эти все Песни Которые Они Исполняли Они привели В содрогание Основание Темниц Боже мой Помоги нам Иметь Такую Хвалу Которая Содрогает Основание Темниц И открывает Самые Мрачные Двери Следующее Место Исайя 42 Давайте посмотрим Исайя 42 Десятый стих Пойте Мне очень бы хотелось Задать вопрос Что происходит В духовном мире Когда все Концы земли Воздают славу Господу Что происходит В духовном мире Когда Когда хвалу Возвещают Возвещают На островах Когда мы Славим Господа Когда мы Воздаем Ему Хвалу Когда наши Сердца Наполнены Этой Хвалой Запомни В духовном мире Начинает Что-то Происходить Господь Выйдет Как Исполин Вы знаете Хвала Приведет В движение Не только Ангелов Хвала Приведет В движение Самого Господа Когда Славят Господа Концы земли Тогда Господь Выйдет Как Исполин Вы понимаете Хвала Мобилизует Божье Полчища Во время Хвалы Духовный мир Концентрируется Небеса Приходят В движение Наш Бог Как Исполин Возглавляя Свою армию Выходит На встречу С нашими Врагами Наша Хвала Строит Не только Наши отношения С Богом Но и отношения С врагами Бог говорит Это моя Война И я Разберусь С вашими Врагами Я сделаю Их Безмолвными Когда мы говорим Хвала делает Их Безмолвными Нет Хвала Приводит В действие Небеса Господь Как Исполин Выходит Он Как муж Браней Возбудит Ревность Поднимет Воинский Крик И покажет Себя Сильным Против Врагов Наши враги Не нас Будут Видеть Наши враги Будут Видеть Господа Сильного Господа И когда Господь Покажет Свою силу Тогда Вы знаете Затрепещет Даже самый Храбрый Вы верите Мне друзья Так бы хотелось Чтобы Мы переосмыслили Своё служение Чтобы мы с вами Переосмыслили То Что происходит На этой сцене Когда мы стоим Перед церковью И перед Богом Мне бы так хотелось Чтобы Это не превратилось В рассказы А чтобы это была Как инструкция К действию Я верю Что во время Моего Поклонения И хвалы Господь Двигается Моя хвала Приводит в движение Небеса Божью армию И мои враги Встретятся С моим Богом Которого я прославляю Когда я Славлю Моего Господа Когда я Его превозношу Я точно знаю Мои враги Встретятся С моим Богом Которого я Прославляю И Он покажет себя Сильным Против всех врагов Вот тогда они умолкнут Вот тогда будет Это предзнаменование Для их погибели Потому что страшно Впасть В руки Бога Живого Он есть Огонь поедающий И друзья Посмотрите Не столько молитва Не столько проповедь Сколько Хвала Ради врагов Это как сигнал К действию И когда Господь Слышит эту хвалу Он встает Он поднимает Боинский крик И Он хочет Рассчитаться И разобраться С нашими врагами Амин И смотрите Если уже сам Бог Слушайте Сам Бог Реагирует На хвалу Вы знаете Наш Бог Ревнитель Кого Кто любит Тот и ревнует Когда Ты Видишь Как обижают Твоих детей Хотелось бы Хотелось бы Заглянуть В твое сердце Как ты реагируешь На это Твой ребенок Которого ты родил Которого ты любишь И вдруг на улице Кто-то его пинает Кто-то на него Извините Поднимает руку Что в твоем сердце Вот то и в сердце Нашего Бога Я не верю Друзья Что наш Бог Вот такой Он уже Ему нравится А бьют его Ну давай Потерпи сынок Еще немного Я не верю в это Я знаю Что Бог Ревнитель Он говорит Касающиеся вас Касаются Зеницы Ока моего И у Бога Есть ревность И Он говорит Я Приду Я разберусь Я всех врагов Положу под ножи Ног своих И я покажу себя Сильным Против Всех Врагов Друзья мои Хвала Приводит в движение Небеса Сам Господь встает Какая привилегия Какая привилегия Быть в числе Тех Кто управляет Небесами Тот Голосу которого Прислушивается Сам Бог И говорит Я подниму Воинский Крик И покажу себя Сильным Против всех Врагов Друзья мои Наш Бог Никогда Не проигрывал Наш Бог Вечный Непобедимый Воин Его имя Савалов Халой Закричь Халую Халую Мы будем Воинами Мы не Гражданские Мы Мобилизованы В Божью Армию Следующее Мы Прочитали С вами Что происходит В Духовном Мире Во время хвалы. Враги и мстители умолкнут, потому что на их несчастную голову обрушится Божья армия. Хвала управляет Божьими полчищами. И даже сам Господь, не только ангелы, но и сам Господь выходит сражаться за нас. Аллилуйя! Поэтому музыка хвалы и поклонения является самым мощным оружием в Царстве Божьем. Давайте здесь сделаем перерыв и после перерыва продолжим. Итак, мы начинаем понимать, что поклонение – это искусство управлять духовными процессами. Это сотрудничество с Богом. Сам Бог желает слышать нашу хвалу для того, чтобы действовать. Боже мой! Когда наши глаза откроются, я скажу, мы победим. Когда мы говорим, что такое праздники поклонения, зачем они нужны? Зачем нужны? Чтобы когда в центре города соберутся поклонники и будут славить Господа, и дадут Ему зеленую улицу, и тогда Бог, как исполин, пройдет по всему городу, и когда Он пройдет по всему городу, то Он везде наполнит наши улицы и скверы, и наши площади славой своей. Праздники поклонения – это самый лучший метод, как снизить криминогенную ситуацию в городе. Праздники поклонения – это самый лучший метод, как остановить проституцию. Потому что именно с главной из них Иисус беседовал на тему поклонения, говорит, вы не знаете, чему клонитесь. Я точно знаю, что когда праздники поклонения станут национальной традицией, то праздники поклонения будут предзнаменованием погибели всех злачных мест, всех престолов беззакония, всяких нечестивых инициатив, Бог, Которого мы прославим. Его престол будет утвержден, и прославленный Бог покажет себя сильным против всех врагов. Пусть Бог пропитает нас этими откровениями. Делаю акцент. Поклонение – это способность управлять духовными процессами. Способность управлять своим сердцем, если сказать еще больше, способность управлять самим Господом. Потому что, когда хвала звучит, сам Господь выходит, как исполин и муж брани. Смотрите, Езекииль 21, 14. Вы знаете, в прославлении даже звук, правильный звук, он высвобождает помазание. Звук – это энергия духа. Правильный звук, правильный аккорд. Даже если говорить во время прославления, даже вот хлопать в ладоши, казалось бы, это, ну, это пустяки. Это не пустяки. Посмотри. Правильное движение, движение с верой в духовном мире имеет великий резонанс. Читаем. 21, 14. «Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их». Казалось бы, что за методика? А вы знаете, все, что Бог говорит, нам нужно делать. И когда мы будем делать то, что Бог говорит, мы будем видеть эффект. Смотрите, в жилища врагов будут проникать Божьи ангелы и поражать их. А ты пророчеству и говоришь, «Восстань, Господь, и рассеются враги твои». Каждый звук правильный. Каждый аккорд правильный. Даже просто вот аплодисменты правильные. Они производят резонанс в духовном мире. Смотрите, ударяя рукой об руку, и меч будут удвояться. И меч будут утрояться. И все враги будут падать. Причем, посмотрите, Бог никогда не поручает нам делать то, чего Он сам не делает. Прочитай, пожалуйста, 17 стих. «И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал». Боже, все духовно. И танцы духовные. И рукоплескания духовные. И аккорды духовные. Нам необходимо, друзья, понимать, что в прославлении все должно быть пронизано, пронизано откровениями. Здесь просто пророк стоял. И Господь ему говорил, это часть духовной брани. Хвала – часть духовной брани. Танцы, боевые танцы, милитари танцы – это тоже часть духовной брани. Все, что мы совершаем с верой, по Слову Божьему, имеет резонанс в духовном мире. Исайя 30. Исайя 30. Начнем читать с 30-го. «И возгремит Господь величественным глазом Своим и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде». Мы говорим сегодня о войне. Мы говорим о наших врагах. Мы говорим о наших мстителях. Мы говорим о тех, кто желает нас уничтожить. И Господь говорит, что в поклонении есть могущественная сила не только противостать, не просто совершить контратаку, а перейти в контрнаступление. хвала высвобождает энергию, благодаря которой сам Бог выступает против наших врагов. Моя хвала позволит Богу встретиться с моими врагами. Моя хвала позволит Богу встретиться с моими врагами. От того, что я с ними встречусь, мало что может измениться. Но если Бог встретится с моими врагами, им мало не покажется. И вот смотрите, Бог разбирается. «Возгремит Господь величественным глазом своим». 31. «Ибо от глаза Господа содрогнется Асур, жезлом поражаемый». Жезл – это символ власти. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит против него, будет с тимпанами и цитрами. И он пойдет против него войною опустошительною. Посмотрите, при чем тут цитры? При чем здесь музыка? При чем тут здесь музыкальные инструменты, если речь идет о войне, когда Бог простирает свой жезл против врагов, Он желает, чтобы были цитры, тимпаны, чтобы была хвала ради врагов. Я точно знаю, подчеркните это слово, войною опустошительною. Когда ты славишь Господа, Господь идет войною опустошительною против всех наших врагов. они не просто умолкнут. Бог опустошит все территории противника. Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани. Всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит против него, будет с тимпанами и цитрами. Слышишь? Когда мы славим Бога и говорим, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Ты нас защищаешь, как птица птенцов. Ты нас охраняешь от наших врагов. Твое царство пребывает во веки веков. Свят, свят Господь Саваоф, и в это время Бог направляет свой жезл против всех врагов и выступает против врагов войною опустошительною. Как после этого не верить в победу? Как после этого сомневаться в могуществе Господа? Как это на практике происходило? Пожалуйста, 2 Паминон 20. Что такое опустошительная война во время хвалы? Бог поднимается. Он не только покажет себя сильным против врагов, Он опустошит наших врагов. Он их просто дискредитирует. И от них ничего не останется. 2 Паминон 20. После того Мавитяне, Манитяне, а с ними некоторые из страны Мауницкой вышли войной на Иосафата. Против нас много выступает, против вас выступает много. Давайте посмотрим, какая здесь была стратегия и тактика. Убоялся Иосафат и обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Опасность. Библия говорит, не страшитесь ни в чем противников. Если вы единодушно подвязаетесь за веру евангельскую, если даже в отчаянных обстоятельствах вы не отчаиваетесь, а как Павел и Сила, молясь, воспеваете к Господу, то вас ожидают очень интересные приключения. Вас ожидают интересные истории с неизменным хэппи-эндом. Амин! Потому что во время хвалы духовный мир будет концентрироваться. Твоя хвала будет управлять небесами, и небеса придут в движение. Итак, читаем 14 стих. Тогда Иозеила, сына Захарии, сына Ванны, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал Он, слушайте, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война это, а Божья. Когда ты славишь Господа, когда ты превозносишь Его великое имя, знай, в это время происходит опустошительная война против врагов, и это не твоя война, а война Божья. Моя хвала, Божья война. Вот такой принцип. Хочешь, чтобы Бог воевал вместо тебя, славь Господа, прославляй Господа, позволь Господу выйти, как из полин, позволь Богу почувствовать себя мужем брани, позволь Богу показать себя сильным против врагов, что я должен делать, славь Господа. Посмотрите, какая стратегия была. Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаем вам Иуда и Иерусалим. И преклонился Ясофат лицом до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали перед Господом, чтобы поклониться Господу. Поклонение. Это есть самое важное, ключевое действие во всей этой стратегии. И встали левиты и сынов Каафовых, и сынов Кореевых. Что делать? Хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. Война. Численный перевес вражеской армии. Может быть, их было в 10 раз больше, просто, знаете, как в поле пшеницы. Сколько колосьев, столько и врагов. И Бог говорит, стратегия этой войны заключается только в том, чтобы вы дали мне зеленую улицу. Не мешайте мне разобраться с вашими врагами. Господь, а что мы можем сделать, чтобы тебе не мешать? Возьмите цитры, тимпаны, возьмите гусли и поклоняйтесь. Я даю вам хвалу ради врагов, песню, которую вы должны петь. Вы должны славить меня. И когда вы будете славить меня, я как исполин, я как муж брани, я буду вести опустошительную войну против ваших врагов. Боже мой, помоги нам усечь это. И что они сделали? И они стали хвалить Господа Бога Израиля голосом весьма громким. Вы знаете, не просто громким, а весьма громким. Вы можете громко сказать Аллилуйя? А вы можете весьма громко это сказать? А можете весьма, весьма громким? вы представляете, евреи, они на самом деле очень энергичные. И вы представляете, когда 10 тысяч, когда 100 тысяч, и весьма громким голосом это психологическая атака. Весьма громкий голос достает глубины духа. Слышите, когда ты тихо, ты тихо говоришь, а когда ты слышишь мой дух, мой весьма громкий голос отражает силу моего духа. Давайте еще раз аллилуйя, весьма громко скажем. Скажем, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек, милость его. Эй! Ты улыбаешься, потому что против тебя сейчас никто не выступает. Поэтому легко кричать. Они может и от страха немного, и от веры немного, и от помазания может немного, но в целом нам необходимо все. Амин! Они стали весьма громко славить Господа. и встали рано и выступили к пустыне Фикойской. И сказал царь Ясофат, выслужите меня, верьте Господу, Богу вашему, будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам. И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили славьте Господа, ибо вовек милость его. Вы могли бы сейчас на мгновение переместиться в лагерь противника, который через бинокли смотрит за израильской армией и смотрят и прикалываются. Слушай, они фестиваль устроили. Прикинь, здесь стоят воины, копья, колесницы, все в металле, кольчуги, а там впереди идут поющие, играющие, какой-то хор стоит с нотами, слава, чей Господь. Что, они чокнулись? Посмотрите, они, наверное, смеялись, говорю, слушай, они перепутали, или это уже от страха, или как это понять? Представляете, многие духовные вещи кажутся безумием для людей бездуховных. Когда мы на языках молимся, многие люди говорят, а что, они чокнулись? Мы будем на языках молиться, пока дьявол не чокнется. Мы-то знаем, что мы делаем. И посмотрите, левиты шли впереди вооруженных. О чем это говорит? Это говорит о том, что хвала это более опасное оружие, чем пушки. Хвала это более мощное оружие, чем все танки и ракеты. Потому что когда ты сражаешься луком, стрелами, когда ты сражаешься танками, пушками, это человеческое оружие. И у тебя будет человеческий эффект. А когда у тебя хвала, ты открываешь двери Господу и выходит исполин муж браний. И он говорит, я рассчитаюсь с вашими врагами. Я буду вести опустошительную войну. И я опустошу их, и я их уничтожу. Друзья мои левиты, давайте уверуем в эту истину. Давайте оставим маскарад и балаган. Давайте себе объясним, что когда я выхожу сюда, я имею дело с Богом, я имею дело с ангелами, я имею дело с врагами, и я хочу, чтобы мое поклонение, моя хвала была эффективной и качественной. Чтобы на мою хвалу реагировал Бог и дьявол. Чтобы на мою хвалу реагировали ангелы и бесы. Чтобы во время моей хвалы Бог вел опустошительные войны с моими врагами. Пусть моя хвала позволит моему Богу встретиться с моими врагами и низложить их во имя Иисуса Христа. Боже, освободи нас от наивности, освободи нас от тупости, от конкуренции, от какого-то бессмысленного состязания друг с другом. Нам не нужно перед друг друг перед другом состязаться. Нам нужно вторгаться в духовные сферы. И нам нужно ощущать, что Бог реагирует на мою хвалу, что ангелы реагируют на мою хвалу. И моя хвала это предзнаменование погибели всех бесов, демонов, всех дьяволов и наглых ругателей. Весьма громко скажи Аллилуйя! Амин. И вот такая армия идет. Знаете, как цыганский табор. Со стороны могло показаться, что солдаты трусливые, и впереди женщин пустили. С этими бубенцами там и все, а сами они за ним. И идет это целый взвод, целый хор. Славьте Господа, ибо он благ, ибо век мертв милость его. Впереди идет этот, который там, дирижер. Славьте Господа ибо он благодаря св både Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так это не прославление было, а война. Так преврати тогда твое прославление в войну. Эту песню надо петь с верой. Потому что если мы с верой будем петь эту песню, с нашими врагами происходить будет то же самое, что здесь и происходило. Задаю опять вопрос. Что происходит в духовном мире в то время, когда я прославляю Господа? Ответ. Господь выйдет, как исполин, как муж браний. Он будет вести опустошительные войны со всеми нашими врагами. Давайте прочитаем. Что происходило в момент вот этой песни. В то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маувитянами и обитателями горы Сиро. Подчеркиваю мысль. В то время, когда они стали восклицать и словословить, Господь вышел на поле брани. Не раньше, не позже. В то время, подчеркните, в то время, это очень важное слово, в то время, когда мы восклицаем и когда мы словословим, Бог начинает двигаться. Бог идет в стан противника. Он показывает себя сильным против всех врагов. Он возбудил несогласие. Какой урок отсюда мы извлекаем? Когда народ Божий объединен в единстве, в единой хвале, в лагере противников разногласия. В то время, когда у нас, у христиан, разногласия, в лагере противника единство. Почему нам нужно единодушно подвязаться за веру евангельскую? Потому что, когда люди будут видеть единство, наше единство будет представлять потрясающую угрозу для всех врагов. Единство нашей хвалы. Единство нашей хвалы. Представляешь, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек, милость Его, славьте Господа, ибо Он... А те ругаться начали. Слушай, что это караван на нас идет? Так давай нападать. Ну как нападать? Это же женщины нападают. Слушай, какие женщины? Они прикидываются. Сейчас они сиять будут. Слушай, да мы на войну пришли? Или любоваться на этот вестиваль? Ну я приблизительно так хочу где-то разобраться, что они там спорили между собой. Может один из вопросов, так нападать или не нападать? А там два какие-то чудика, преступника, отступника, раз и присоединились к ним. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек, милость Его. Те говорят, эй, вы куда? А ну-ка назад! А те говорят, эй, 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 я чувствую, вы сейчас пропадете. Короче, не знаю по каким причинам, но вот эти амаовитяне, короче, все эти вот противники и мстители, они стали ругаться. Потому что, знаете, первое, это, как бы вам сказать, в форс-мажорном союзе, на войне вдруг концерт. Прямо на поле сражения. И причем, чем ближе они приближались к противникам, тем громче они весьма громким голосом кричали. Это не просто, славьте Господа, славьте Господа, ибо Он благ, ибо побег, милость Его, славьте Господа. Это было как психологическое... Слушайте, чокнулись, слушай, это черти какие-то, это просто какие-то бесы, это вурдалаки идут на нас. Все. Они стали друг с другом ссориться. Слушайте, и когда мы славим Бога, когда хвала объединяет наши сердца, в лагере противников начинается процесс под названием самоликвидация. Так и запишите. Наша единая хвала, наше прославление, оно создает все предпосылки к тому, чтобы в лагере противника происходила самоликвидация. Бог столкнул губами их, возбудил несогласие, и смотрите, что стали они делать. Ибо восстали аммонитяне и маловитяне на обитателей горы Сеира, и побивая, и истребляя их. То есть, этих три армии. Сначала они уже забыли про евреев, они между собой перессорились, двое объединились, и стали добивать их. Те кричат, да вы че, да я же свой, да вы куда вы же? Они убили их. А эти поют, славьте Господа, ибо он благ. Оба-на, смотри, как Господь ведет опустошительные войны. Потому что ты просто славишь Господа, и на твоих глазах противники уничтожают друг друга. Твоя хвала, предзнаменование для их покипели, а для тебя спасение. Боже, какие ключи, какие секреты. Давайте это будем ощущать, что Богу нравится, а что Богу не нравится. У нас должно быть развитое чувство навыком к тому, чтобы ощущать, духовный мир реагирует или не реагирует. Если не реагирует, бросай ты это с искусством, и найди эти ключи. Не надо усложнять искусство поклонения, надо углубляться в духовный мир. Даже если не надо никакого ритма, даже если не надо никакого там, не знаю, там стиля, просто эти шаманы просто на этой дудке и духовный мир реагирует. Ну, что они как свиньи рычат? А им пополам стили, им пополам компьютеры, им пополам вот эти синтезаторы, им главное духовный мир ощутить. И когда есть духовный мир, тогда в физическом мире происходят все чудеса. Такой секрет как бы простой. Славьте Господа! Славьте Господа! Прославленный Бог! Мы утверждаем Его престол. Его престол. Он на этом престоле как великий Бог. Он разбирается с нашими врагами. И смотрите, и когда иудеи пришли на возвышенность, к пустыне, и взглянули на то многолюдство, и вот, трупы, лежащие на земле, и нет ни одного уцелевшего. Конечно, ты читаешь это как сказку. Оп, блин, ну, придумали, смотри как, а! Пока шли, шли, а там уже были, а уже нету. Вот были люди, а вот уже трупы. Какая разница между человеком и трупом? Человек это то, что было до хвалы. А все остальное после хвалы. Вот твои противники, вот твои мстители, перед которыми ты дрожал, перед которыми ты трепетал, от которых ты шарахался. Друзья, пусть они шарахаются от нас. Я верю в опустошительные войны моего Бога. Мы с вами уже, друзья, видели в этом прошлом году, вы знаете, посол Соединенных Штатов, который здесь финансировал гомосексуалистов, ушел. Вайра Фрейберга ушла, ушла. Джордж Сорос со своими фондами ушел, ушел. И мы здесь будем дальше поклоняться Богу и говорить, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И мы не позволим никому изнасиловать и осквернить этот народ. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Что за песни? Это пророческие песни. И когда мы будем бить, рука об руку, меч будет удвояться. Утрояться. И сам Бог говорит, и я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Боже мой, как здорово работать с тобой. Я вспоминаю, когда мы только-только начинали познавать азы этого поклонения. Мы были в таких дебрях религиозных, когда нам объясняли, что это мирская музыка, это нельзя делать, это нельзя. Ты внутри ощущал, что это как бы что-то неправильно. Но система, она тебя вот так держала, как заглотку вот так. Запрещено было улыбаться, запрещено было аплодировать, запрещено было танцать, запрещено вообще было все. Быть красивым запрещено было, образованным запрещено было, дураком надо было быть. Религия это вообще чудовище, которое людей уродует. И сколько пришлось платить цены, чтобы вырваться из этой ужасной системы. Я недавно был в Киеве и после одного служения, где, ну, я был просто, как сказать, в хорошем настроении, и люди радовались, веселились, и вдруг среди проповеди встает человек и кричит, ибо много явится уже пророков и многих прельстят и ты должен признать это. В середине проповеди я не понял, в чьи адрес звучало послание. Я говорю, а тебе слово никто не давал. Ну, ашеры, конечно, делали свою работу. Это было в Харькове. А на следующий день я проповедовал в Киеве. И после служения ко мне вдруг подходит вот такой мальчик, где-то ниже даже меня, ну, может, лет 16-17, и второй какой-то чуть повыше, такой бледный, с какими-то неистовыми глазами. Никакой ты не апостол! Ты лжепророк! Ты звезда, падшая с неба! И я стою, говорю, а ты откуда-то знаешь все это? Звезда я, восходящая или нисходящая. Ты лжепророк, ты богохульник, и что-то такое, что-то звучит такое. Я так стою, улыбаюсь, говорю, мальчик, а сколько тебе лет? А это не играет роли! Я тебе, рука Божья вчера тебя настигла, и сегодня рука Божья тебя, сегодня настигла. Я говорю, а где рука Божья? Знаете, здесь не так смешно, как грустно. Войдите только, пожалуйста, в реальность мышления вот этих людей. они же считают, что они правы, что они от Бога получили задание обличать вот этих лжепророков. И они живут вот в этом измерении, они не улыбаются, они полны претензий, они страдают от того, что весь мир с ума сошел, кроме них. И их историческая задача исцелить планету Земля. «Ибо если они в четыре утра не будут молиться, солнце не взойдет». Я посмотрел на них, честно говоря, не столько зла было на них, я просто представил, а сколько миллионов людей живут вот в таких темницах. обманутые люди, лишенные счастья, лишенные радости и свободы. И думаю, Боже, помоги нам ценить той свободы, которую Ты дал нам. Чтобы мы с дурью не маялись, чтобы мы просто не продали это перворосы за чечевичную похлебку. Когда Бог открывает двери, когда Бог протягивает руки, когда Бог дает такое великолепное учение, ну найдите еще где-то. Я не говорю, что мы самые лучшие, но такое практическое учение, которое можно взять и на самом деле небо опустить на землю, если мы ничего не сделаем, то что просто грош цена нашему христианству. Бог дает учение для того, чтобы мы его воплотили в жизнь. Аминь. Праздники поклонения. Вы можете себе представить, какое-то великое откровение, когда великий Бог прославленный Бог, как исполин, он будет ходить по нашим улицам, когда помазали будет с неба лица, когда атмосфера в городе будет меняться, Бог будет опустошать ночные клубы, Бог будет опустошать бордели, опустошительные войны, зафиксируйте к два слова, во время хвалы Бог будет опустошать все злачные места. Бог будет возбуждать несогласие этих наркодилеров, и они друг друга будут уничтожать и перестреливать. Я глубоко убежден, Бог вызовет несогласие, вот видите, между Илгой и Мозаикой, две гомосексуальные организации, они же сегодня грызутся. Илга откровенно называет Мозаику просто людьми, которые терроризируют, которые устраивают провокации. Что это называется? Это называется несогласие в лагере противников. Бог будет вести опустошительные войны. Нас никто не опустошит. Потому что если Бог за нас, кто против нас? Бог ищет поклонников для того, чтобы наполнить нас своей славой, своей силой и своим могуществом. Амин. Халллюя. Хвала. Пусть она будет у нас зрелой, осмысленной. Пусть наш репертуар будет перекликаться с тем, что мы сегодня читаем и что мы видим. Итак, хвала Божьих поклонников вытеснит с территории нашего города всякую нечистоту, мерзость, оккультизм и грех. Запомните смысл праздников поклонения. Хвала Божьих поклонников вытеснит с территории города всякое беззаконие, всякое нечестие и всякий грех. Когда ковчег был внесен в храм Дагона, не может быть в городе двух богов, не может быть в государстве двух царей. либо один, либо другой. И последняя война, последняя война, это война поклонников. Кому поклоняется страна, тот и определяет судьбу страны. Кому поклоняется город, тот и определит судьбу города. церковь, тот и определит судьбу церкви. Друзья, мы не можем жить в обществе и не зависеть от общества. Либо общество формирует нас, либо мы формируем общество. Либо общество диктует церкви чем быть, чем не быть, как нужно действовать или как не нужно действовать. Либо церковь будет говорить обществу, что есть добро, а что есть зло. Я немного пофилософствую. Судьба страны зависит от идеологии страны. Идеология страны зависит от доминирующих идей в общественном сознании. А носителями этих идей являются люди. И иногда смотришь какие-то дурацкие идеи, но из-за того, что они чаще всех других звучали, их взяли на вооружение. На информационном рынке мы должны представить достойный товар, идею, которая была бы привлекательной, которая могла быть заразительной. христианизация общества. Знаете, евангелизация спасает души, а христианизация реформирует общество. Первые праздники поклонения, или праздники песен в Латвии, это были праздники поклонения. И этот колодец кто-то закидал грязью. И он почти стал просто, как, знаете, вот эти народные песни. Наша задача вернуть Латвию к истокам и праздники песен превратить в праздники поклонения. Идея. Почему я говорю про идею? Мы должны популяризировать и пропагандировать идею христианских ценностей. Вы знаете, праздники поклонения должны стать на самом деле частью национальной культуры. Об этом мы должны говорить громко и не только говорить осуществлять. То, что иногда происходит вот здесь на сцене в момент, когда очень много составляющих совпадает и мы ощущаем Божью близость, умножьте это в тысячу раз и вы увидите праздник поклонения. Мы должны создать свою фабрику звезд. У нас должны быть свои звезды, лучшие представители. Мы должны иметь много денег для того, чтобы отправлять на учебу способных и талантливых девчонок и мальчишек. Чтобы любительские формы уже ушли и чтобы здесь народ, мир мог видеть профессиональный уровень. Чтобы каждое прославление это был шедевр. Чтобы наши хиты могли звучать на радио и на телевидении. Господи, когда это наступит? Вы знаете, что Бог об этом мечтает? Бог устал от самодеятельности. Он ищет поклонников, которые могли бы достославно и достойно возвеличить и прославить его. У нас будет конференция в марте и на конференции будет два главных вопроса. Это создание инвестиционного фонда нового поколения и создание единого информационного пространства нового поколения. Централизация всех наших ресурсов творческих, юридических, духовных. Потому что у нас 200 церквей и если суммировать ресурсы всех 200 церквей, ребята, Ватикан в легкую можно построить. нас много. Нам нужно просто все это организовать и на информационном рынке представить свой достойный бренд. Бренд христианской культуры. И я точно знаю, что людям всегда хотелось хлеба и зрелищ. Слава Богу, что с февраля месяца наш эфир удваивается и мы теперь четыре раза в неделю по полчаса будем вещать. Это хлеб. Это хлеб. И теперь зрелище. Что такое зрелище? Это праздники поклонения. Чтобы люди приходя видели помазанные танцы, помазанное шоу, помазанные проекты, чтобы все собирались как на великий праздник опять. Не просто какие-то христиане просто сказать, если ты хочешь видеть настоящее шоу, приходите сюда. Если хотите видеть настоящую красоту, приходите сюда. Если вы хотите пережить настоящую энергетику, приходите сюда. Знаете, и Бог об этом мечтает. Давайте закроем глаза и поможем. Пусть Бог это осуществит в нашей жизни. Дух Святой, я прошу тебя, разбуди в наших сердцах эту страсть, разбуди в наших сердцах это желание не просто петь песни. Дай нам, Господь, эту способность управлять духовными процессами. Вышли делатели твоих, подними армию настоящих поклонников, истинных поклонников, которые бы поклонялись Отцу в духе и в истине. О, Боже, я прошу, сними с нас позор и посрамление. Боже, пусть всякая небрежность уйдет, пусть всякий примитив уйдет, пусть всякая заурядность уйдет, пусть профессионализм возвратится на нашу сцену, пусть совершенства призвавшего нас в чудный свой свет отразятся в нашем служении. Пусть наша хвала приводит в движение небеса, пусть наша хвала приводит в движение полчища ангелов, пусть наша хвала совершает чудеса и знамения, пусть наша хвала пронизывает это поднебесье и высвобождает помазание, пусть во время нашей хвалы содрогаются основания темниц, пусть открываются эти темницы измученные выходят на свободу от Дух Святой напиши на скрижалях наши еще есть свободные файлы? Отлично! Тогда у меня есть информация. Итак, друзья, принципы, которые мы рассматриваем сейчас в плоскости взаимоотношения нашего Бога по отношению к нам это универсальные принципы, которые работают и в плоскости дьявола по отношению к его поклонникам. то есть принципы поклонения универсальны. Мусульмане поклоняются своему Богу Аллаху и в их жизни происходит то же самое, что происходит в жизни тех, кто поклоняется живому Богу. Помните, сам дьявол говорит падший, поклонись мне и все, что ты видел, я отдам тебе. в момент поклонения происходит передача власти. Любой Бог становится сильным за счет своего поклонника. Поклонники питают авторитет своего Бога. В каждом народе есть свои Боги. И каждый народ поклоняется своему Богу. И именно поклонники являются топливом или энергией для деятельности своего Бога. И давайте посмотрим, что происходит в тот момент, когда ослабевают Божьи поклонники. И что происходит в этот момент в лагере противника. Деяние 19 глава. Деяние 19 глава. Начнем читать с 19 стиха. А из занимавшихся чародейцам довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми, сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм. Речь идет о том, как в городе Ефес произошло пробуждение. Туда прибыл Павел и за несколько лет там вспыхнуло великое пробуждение. Началось с того, что Павел спросил, приняли ли вы Духа Святого уверовавшие? Они говорят, мы даже не слышали об этом. И тогда он молился, они были крещены Духом Святым, церковь разрасталась, мы за неимением времени упускаем этот материал. Вы сами знаете, какое пробуждение мощное им было. И колдуны каялись, ведьмы каялись, сжигали свои все черные книги, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Думаю, это был бы комплимент любому городу, где Слово Господне превозмогает. Но, друзья, одно дело принести пробуждение, другое дело удержать его. Одно дело запустить какое-то служение, другое дело сохранять градусы, планку, температуру. Иногда из-за того, что мы не защищаем то, что мы построили, приходит иногда жуткая расплата за это. Когда же это совершилось, Павел положил в духи, прошед Македонию Ахайю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Ирим. И послав Македонию двоих и служащих ему, Тимофей Яраста, сам остался на время Васии. И 23 стих говорит о том, что дьявол реваншист. В самом центре пробуждения, в городе Ефесии, где была мощная помазанная церковь, произошел мятеж против пути Господнего. мы сегодня говорим о врагах и мстителях. Запомни, тебе можно простить все, кроме твоего успеха. И когда ты достигаешь максимума успеха, когда ты добираешься до вершины своего успеха, знаешь, что те, которые стоят у подножия этой горы, очень многие из них тешат себя надеждой однажды стащить тебя с этой высоты. Поэтому мы должны всегда бодрствовать. Мы всегда должны быть бдительны и любую победу должны мы защищать. Произошел мятеж против пути Господня. Обратите внимание, против пути Господня. Этим путем пошли жители этого города Ефес. Путь к святости, путь к праведности, путь в Божье присутствие, путь, который вел человека в Царство Божие. Поменялась культура, поменялись обычаи, семьи поменялись. И представляете, люди ненавидят путь Господень, потому что люди коварные, люди жестокие. И в данном случае, кто поднял этот мятеж, некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Подняли, в общем-то, бунт даже даже не столько религиозные люди, сколько люди искусства, которые обслуживали языческие храмы Артемиды и Феской. Это люди, которые, как вот есть специалисты, которые золотом покрывают купола от православных церквей, то это были подобные, вот такие вот, я не знаю, как их современным языком обозначить, ну пусть это будут ремесленники, люди, которые имели бизнес в языческих храмах. Может быть, они не столько были религиозны, и для них это Артемида, честно говоря, была бы, может быть, по боку, но они понимали, что когда Павел открыл церковь в Ефесе, и когда эти церкви поклонялись, Бог вел опустошительные войны, опустошались синагоги, опустошались бордели, и опустошались храмы Артемиды и Феской. А если народ уходит, с народом уходят деньги. А куда приходит народ, туда приходят и деньги. И, вероятно, эти бизнесмены, они просто обнаружили отток, просто огромный ощутимый отток. Был финансовый поток, а теперь финансовый отток. Они приходят, а храмы всегда существовали за счет пожертвований, приходят на свою службу, Артемида одна стоит грустная. Эти ребята утешают Артемиду, да мы тебя и серебром, и золотом, Артемида, ну подожди, ну где мои поклонники? А все поклонники в церкви апостола Павла. Потому что им объяснили, что Бог нерукотворенных в храмах живет и не требует, чтобы вот ему служили вот эти вот изделия рук человеческих. что все боги народов ничто. Люди в это уверовали и стали поклоняться живому Богу. И вы смотрите, этот был вероятно очень серьезный оратор, этот Димитрий. Дима, хорошо, что Николас Ницин. Он собрал и других подобных ремесленников и сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Никаких религиозных мотивов. От этого ремесла зависит наше благосостояние. Какие мотивы? Экономические. Во-первых, бизнес, ремесло, и во-вторых, лаве. Насколько они были язычниками или христианами, здесь вообще ничего не сказано. Теряют деньги, теряют прибыль. Что надо сделать? Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии, этот Павел, мне так слово нравится, этот Павел, представляете, духовный человек стал поперек горла у ремесленников. Он виноват в том, что за ним идут люди. И надо что-то сделать. Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. Представляете, какой нахал? Делаемое человеческими руками не суть по м том, что Продолжение следует... 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 Продолжение следует...